Статистика показывает, что даже в самых непростых экономических условиях большинство населения продолжает регулярно оплативать счета за жилищно-коммунальные услуги, сохраняя при этом платежную дисциплину на достаточно высоком уровне – 94-97%. Но некоторые управляющие организации называют иногда цифры по собираемости платежей в 2-3 раза меньше. В действительности все иначе, говорят представители Краевого министерства ЖКХ, Государственной инспекции жилищного надзора и ресурсоснабжающих организаций. В тех домах, где расчеты стали проходить через комплексный расчетный центр, а не через иные управляющие организации или другие расчетные центры, процент собираемости резко увеличился. Такую положительную динамику в первую очередь отмечают тепловики. Соответственно, платежи увеличивались до 92%. То есть просто-напросто. И тогда уже работа прокуратуры была целенаправлена, направлена на то, чтобы понять, а куда же деньги уводятся. То есть это уже настоящий увод денег, то есть здесь уже мошенничество. Недобросовестные управляющие компании в ряде муниципалитетов остались в стороне. С открытием комплексного расчетного центра 100% платежей стали доходить до конечного получателя, минуя управляющие компании и ТСЖ. При этом некоторые нерадивые управленцы стали искать иной путь обмана населения. У нас на территории работает множество расчетных центров. Часто они аффилированы управляющим компаниям, они клонируются, они создаются за территорией Пермского края, регистрируются. И издают платежные документы, которые не соответствуют требованиям действующим законодательствам. В то же время комплексный расчетный центр с прошлого года находится в ведении регионального министерства промышленности. Доля участия Пермского края в уставном капитале общества 99%. Всего за год количество лицевых счетов, обслуживаемых КРЦ Прикамье, увеличилось на 70 тысяч. У нас открыты сервисные пункты на территориях присутствия. В процессе общения гражданин может выяснить все вопросы, связанные с начислением, выставлением и перечислением его денежных средств тому или иному оператору. Сегодня КРЦ Прикамье открыла свои офисы в шести городах края. В ближайшее время география присутствия увеличится еще на полтора десятка городов. Это значит, что еще больше жителей Прикамья получат возможность производить оплату за коммунальные услуги без опасений и переплат. Ритис Барауско с Дмитрием Икрюков, телекомпания «Ветта».